Книга «Открытым оком». Тема работа. Третий том. Вопрос 1088. Сирахова, 21-14-15. «Не научится тот, кто не способен, но есть способность, умножающая горечь. Что это за способность?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В мире идет битва умов. Кто кого? Разум человека, данный ему от Творца для спасения, послужил гибели. Способных людей ценят, ищут. Они сидят в отдельных лабораториях, кабинетах, думают, экспериментируют. Изобрели всякого вида оружия массового уничтожения. Один взрыв, и тысячи людей без покаяния отходят в потусторонний мир. Сколько горечи они принесли им, покажет вечность. Сколько горечи оставшимся родственникам, детям, сиротам, коллегам. Эта полынная горечь переполняет души миллионов людей. От того, что есть способные на зло люди. Римлянам 1.30. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды. Изобретательны на зло, непослушны родителям. Есть люди, изобретательные на извращение слова Божия. Родоначальники сект, ересей. Горечь, доставляемая ими своим последователям. И самим себе кто измерит? Ульянов Володя учился на одни пятерки. Выучился на адвоката, умеющего защищать обижаемых. Но стал судьей для царя и лучших людей России. Беспощадным, сатанински злобным и лживым обвинителем. Палачом и деспотом. Его способность была, конечно, ниже, чем у Адольфа Гитлера. Но и этот выродок дьявола скольких проглотил в газовых камерах. Горечь породил их изобретательный на зло ум. И сейчас посмотрите, какие умные люди тщательно обдумывают в кабинетах, как, не работая, заработать. Гусинские, Чубайсы, Березовские. Все бесовское жидовье облепило тело России. И куда бы ни пошел нигде русского лица, и это в России, начните обменивать квартиру, телефон, и вы не будете рады самой жизни. Они день и ночь измысливают, как запутать и обобрать человека. Слезы горечи и проклятия миллиардно тиражируются в их адрес постоянно. А что делается в милиции, судах и прокуратуре? И самыми способными считаются те, кто наиболее бессовестен, нагл и продажен.